Атава Ихсан представляет Путь к счастью Все мирское намного ничтожнее, чем пылинка по сравнению с бриллиантами. Боязнь Аллаха является своего рода кнутом, который гонит человека к счастью. Но в этой боязни следует знать меру, дабы не впасть в отчаяние и не потерять надежду на Аллаха, поскольку это очень порицается. Необходимо совмещать боязнь с надеждой. Нужно, чтобы боязнь немножко преобладала над надеждой, пока ты пребываешь в грехах. Кто смирен, то есть выполняет все требования Аллаха, пусть придерживается середины, как Умар Ибн Аль-Хаттаб. Он говорил, если в день суда огласят, что никто не войдет в рай кроме одного, то я надеюсь, что им окажусь я. А если огласят, что никто не войдет в ад, то я боюсь, что им окажусь я. Когда человек находится при смерти, лучше, чтобы в нем надежда преобладала над боязнью, так как пророк, саляллаху алейхи ва салям, сказал, Пусть никто из вас не умирает, кроме как с хорошим мнением о своем Господе. Пожелание и надежда – это разные вещи. Тот, кто не занимается подготовкой почвы и посевом семян, и тем не менее ждет урожая, не является надеющимся, а является мечтающим и желающим. А надеющийся – это тот, кто готовит почву для посева, сеет семена, ухаживает за ними и делает все возможное, надеясь на урожай и на то, что Аллах убережет его от различных бед. Такая надежда является признаком истинно верующего человека. Поэтому Всевышний сказал Смысл Те верующие люди, которые стараются на пути Аллаха, являются надеющимися на милость Аллаха, и он прощающий и милосердный. В общем, плодом надежды является поиск, а плодом боязни – осторожность. Тот, кто на что-то надеется, стремится к этому, а тот, кто боится чего-либо, убегает от этого. Самая малая степень боязни – та, что заставляет человека отдалиться от совершения грехов и переживаний за мирское. А все то, что не заставляет нас делать даже этого, является качествами навса и мысли, не имеющими никакого значения. Если богобоязненность истинная, то она плодоносит зухдом. Зухд – состояние, в котором человек не переживает из-за мирского, не думает о нем и делает на этом свете только то, что полезно для Ахирата. Зухд рождается пониманием того, что мирское в сравнении с будущей жизнью намного ничтожнее, чем пылинка по сравнению с бриллиантами. И от такого понимания рождается довольство мирским в необходимом количестве, и это есть прожиточный минимум на день, месяц или год. Если человек начинает делать запасы на большой срок, то он переходит все границы зухда. Это касается пропитания, но примерно таковы же требования к одежде и жилью. Необходимо также знать о том, что зухд рождается в сердце. Самый богатый человек, пророк Сулайман, мир ему, обладал высшей степенью зухда. А если нищий мечтает о большом количестве мирских благ и переживает за них, то он ни в коей степени не станет обладателем зухда. Если человек отрекся от мирского и думает, что он пожертвовал чем-то, имеющим значение, то значит он все-таки придает значение мирскому, тогда как в понимании умных людей мирское ничтожно, поэтому и это не будет зухдом. Все мирское богатство по сравнению с вечным миром ничтожнее, чем еда, которую дают собаке, ибо ахират – это вечность. Степени зухда Первая степень Человек любит мирское, но борется с навсом. Он еще не отказался от мирского, но это начало зухда. Вторая степень Человек избегает мирского, не любит его, так как знает, что любовь к мирскому и его приобретение несовместимы с наслаждением ахирата. Он подобен тому, кто жертвует долларом, чтобы купить жемчуг. Хотя он любит доллары, он знает, что жемчуг намного ценнее. Третья степень Обязательно будут присутствовать в его сердце, которое не освобождается для постоянного поминания Аллаха. Причины, способствующие зухду, бывают трех степеней. Самая низкая степень – это отказ от мирского из боязни попасть в ад. Вторая степень – это зухд, вызванный надеждой на получение милости Аллаха в ахирате. Третья, самая высокая степень – это отрешенность от всего, кроме Аллаха, очищение души и пренебрежение всем, кроме Аллаха. Это и есть зухд тех, кто познал Аллаха. Полноценный зухд невозможен без терпения и довольства волей Аллаха. Мы всегда нуждаемся в терпении и для совершения богослужения, и для отказа от греховного, и в разных бедах и нуждах и т.д. А довольство – это еще выше по степени, чем сабр, потому что человек не только терпеливо переносит эту жизнь и ее трудности, но и доволен всем тем, что ему пришлось пережить, видя в этом мудрость Всевышнего. Из всего вышеуказанного следует, что для обладания одним хорошим качеством совершенствия нужны и другие хорошие качества. Да вознаградит Аллах по своей милости всех нас похвальными качествами и очистит от качеств порицаемых и губительных для нашей души. Аминь. Есть один большой немат, и тауба название ему. При соблюдении всех условий Аллах очищает нас от грехов. Творец, душа моя грешна, и участь мне своя страшна, ведь доля грешника и сна, в аду не хочет быть душа. Творец, душа моя грешна, и милость ей твоя нужна. Моя любовь к тебе сильна, ждет милосердие душа. Творец, душа моя грешна, но ты готов прощать всегда, доколе видишь ты раба, что милость ищет у тебя. За все грехи я каюсь, Рахман, меня прости. За те дела, что вызвали гнев твой и слова, речи, что уста забыв тебя произнесли. Мой каждый шаг и руки движения, прости. Случайный взгляд, легший на запретное, прости. За ту речь недобрую, что слуху разрешил, за каждый вздох в забвении тебя прости. За примирение с тем, кто злое совершил, прости. Когда в душе твоя тоска, не в силах ты ее унять. Ты взор к Аллаху, обрати, и сможешь ты ее изгнать. Когда в душе твой восторг, не можешь ты его объять. Дуа к Аллаху вознеси, и сможешь ты его принять. Когда супротив стал весь мир, вокруг тебя одни враги, к его защите прибеги, и против них ты не один. Когда с друзьями ты едим, готовых рядом встать всегда, в молитвах вновь его проси, ты дружбу эту укрепить. Когда беда приходит в дом, не знаешь, как ты поступить, пред ним ты голову склони, начни о милости просить. Когда ворвется радость в дом, что благо в жизнь твою несет, добра его не забывай, лишь от него она идет. Когда нужда берет за горло, не знаешь, чем детей кормить, лишь у него молит и благо, не стоит у людей просить. Когда достатком дом забит, не знаешь, что еще купить, ты взор на бедных и брати, и он тебя вознаградит. Когда здоровьем полон ты, не знаешь сил, куда девать, дуа смиренно вознеси, его ты должен восхвалять. Покуда дышишь в мире этом, всегда Аллаха восхваляй. Пока живешь ты в мире этом, пусть слышит он. Хвала тебе! Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok